Аркадий Шишлов Я могу просто пойти устроиться куда-нибудь, работать программистом с 9 до 5 Хорошо, значит, в принципе, я понимаю этот вопрос И действительно, наверное, многие из вас постеснялись его задать Все эти разговоры, и рассказы, и Димы, и Алексея, они были красивые, интересные Ну, в принципе, они были про индустрию, о том, чем мы должны заниматься вместе Какой у нас должен быть результат и тому подобное Ну, ты, я вижу, эгоист, и сразу режешь острым краем Я тебе отвечу так, что работу еще для начала надо найти Я работаю, считаю, в современном, достаточно современном предприятии И мы стараемся придерживать практики agile Я могу сказать, что мы 100% agile Scrum или agile Lean или agile Kanban Но однозначно, если ты будешь знать, что такое agile и даже его попробовал, хотя бы чуть-чуть То твоя конкурентная способность, она гораздо выше на рынке Ну, конкурентная способность, ладно, пусть будет А если я хочу просто зарабатывать деньги, я могу устроиться в какой-нибудь местной IBM Смотри, в IBM это, вот если ты пойдешь туда, ты будешь здесь А если ты попробуешь чуть-чуть agile и поймешь его, то ты уже будешь здесь Ну, ладно, а если я все-таки найду какую-нибудь работу за минимальную зарплату И все будет хорошо, я буду стабильно и уверенно сидеть, перекладывать бумажки и получать за это деньги Я тебе скажу так, ты там умрешь от скуки Можно пойти на хорошую работу, вы будете считать, что она действительно хорошая, она денежная Но удовлетворение от проделанной работы, оно будет ускользать от вас Что хорошо в компаниях, которые придерживаются agile, это то, что работа стимулирует мультифункциональность Получается так, что приходится работать в разных ролях Я могу быть сегодня, вот мы начинаем делать какой-то проект, я буду аналитиком Я буду работать с клиентом и записывать так называемые пользовательские истории для их будущей реализации Завтра я буду программист, который реализует то, что я записал вчера Может быть я реализую свои истории, может быть какие-то другие Послезавтра я проверю, что же я написал А на следующей неделе я пойду к клиенту и имплементирую это все в продукцию И такая мультифункциональность, она полезна с точки зрения, скажем, она дает гибкость ума То есть гибкость работе дает гибкость ума и удовлетворение от проделанной работы Я так считаю Да, не, верни слайд, верни слайд Да, вот это оттача, то, о чем говорю Я участвовал в waterfall проектах и это выглядит примерно так, что мы действительно занимаемся 3-4 месяца Какое-то бумажное, бумагоописанием, потом мы это разрабатываем, потом кто-то это тестирует и кидает нам обратно какие-то ошибки И затем надо это все переделывать И так проходит год, и мы даже не увидели свою систему в реальной жизни И это так ослабляет мотивацию вообще ходить на работу Год прошел, и результаты моих трудов каждый день я работал, а его не видно И если ты не хочешь такого, то тебе в agile А если хочешь такого, тебе все равно, ну тогда можешь идти в AB Ну ладно, допустим, но вот ты все рассказываешь про agile, подходы к программированию, к тому, как нужно разрабатывать программы А может быть я не хочу всегда быть программистом Возможно ли это при помощи agile и как это связано? Хорошо, значит, Алексей привел пример про подводные лодки Вот вспомни про него И в принципе agile это не только, не только это индустрия Так вот Когда прочувствуешь эту мультифункциональность, тебе станет понятно И вообще каждому из вас станет понятно Весь как бы стек, вся структура деливери проекта От собирания требований, ну не требований, а пользовательских историй До реализации И благодаря этому в дальнейшем эти перспективы развития, они расширяются То есть я, да, я действительно там 10 лет назад я был программист, работающий в Waterfolio Потом я там перешел в agile Потом я понял, что как это все работает И теперь в принципе доступны уже следующие уровни То есть я, ты и он, может быть, там, мы можем становиться архитекторами системы Не знаю, там, консультантами, которые приглашают, как говорит Алексей, в проект Для того, что они придут и унесут с собой вот эти проблемы, которые люди на месте не могут решить И это не обязательно технические консультанты, это могут быть То есть у меня есть, как бы, ну, примеры жизни Когда люди становились больше, приходя из программирования, становились бизнес-консультантами В том числе дорогими бизнес-консультантами И потому что экспертизу, которую они успели накопить Работая мультифункционально, понимая всю структуру бизнеса Ну, в том числе через agile Она была гораздо важнее Программистских важных термин Термины Интересно, я слышал, вот ты предлагаешь дизерс-сторис делать, оценивать, планировать Писать, и не тесты кто-то предлагал сегодня Еще и до этого много всего слышал Но это же тяжело Вот я могу закончить институт Мы сегодня выяснили, что все равно мне это понадобится Я его закончил, я умею пользоваться ватерполом Я прихожу в команду, которая его использует И у нас все хорошо, мы знаем намного меньше Столько нефиг работы, столько всего нужно прочитать, узнать и применять Ну, я просто не справлюсь, это займет у меня много времени Зачем? Ну, какой твой вопрос? Мой вопрос, почему agile такой сложный у вас? Зачем мне все эти юниатесы? Да, ну, ты, наверное, плохо слушал, что тут говорил Дима, Алексей И, наверное, играл опять в Angry Birds на своем таблете Так вот, слайд Это неправда Слайд На самом деле, agile – это меньше работы Да, технологически некоторые вещи, кажется, надо делать Много таких лишних телодвижений Которые вроде бы раньше не были нужны Но если проект поставлен на agile рельсы И вот есть эта правильная коммуникация внутри команды И коммуникация с клиентом То очень можно, очень возможно поменять многое на корню То есть Стандартный случай мы просто реализуем то, как это было задумано Запускаем, это все работает Ну, плюс-минус исправляем по марке Я тебе приведу пример Например, он из реальной жизни Допустим, есть поезд, который едет из города на курорт Ну, из столицы, например Популярный рейс Люди отправляются отдыхать после тяжелого рабочего дня И он идет два часа И как бы, ну, что два часа Ну, люди, пассажирам это не нравится Это очень долго И, ну, они хотят побыстрее уже добраться до места назначения Так вот, решение номер один Оно инженерное И это решение ускорит поезда Ну, программа там, ну, корейцам потребуется там два года Нам потребуется 20 лет И это проложить новые рельсы И сделать, чтобы наши поезда, например, шли в три раза быстрее Решение, которое бы подсказало, скажем так, agile, методология, подход и вообще мировоззрение Это просто давайте поставим там телевизоры в эти поезда И люди просто будут чем-то заняты Ну, как-то бы хорошая их часть Они будут довольны то, что они едут в этом поезде Да, пожалуйста И в реальном софтуаре, в девелопменте все это есть Ну, хорошо, убедил я с вами Что мы будем делать? Красный, бурой или желтый? Я думаю, что желтый Окей Да Значит, что мы делаем? Да Для чего вообще Дима нас всех связал И заставляет продвигать дальше agile в Латвии Такие вот у нас цели В принципе Ну, прочитайте их просто Все они полезны как индустрии, как компании, так и индивидуально Что же мы практически делаем? Это мы собираемся У нас есть регулярные метапы Обычно это, наверное, это раз в месяц происходит точно Устанавливаем контакты с другими подобными организациями, людьми в Европе И, естественно, организуем такие более формальные ивенты, как семинары и конференции Много лозунгов, да? Окей, давай дальше Пропаганда Тоже нам неинтересна Конкретно Какие же у нас результаты? Ажаври ГД кто-нибудь посетил? Да Молодцы Значит, в этом году, я считаю, наверное, вы считаете, что конференция очень удалась По нашим подсчетам, больше 300 человек, я бы сказал, почти 400 было посетителей, участников И это почти 20 международных спикеров, я бы сказал, высокого класса посетили нас Наш центральный хаб информации, контактов и тому подобное – это agile.latvia.org Регистрация, она требует подтверждения с нашей стороны Но приходите, регистрируйтесь, и тогда вы будете, в принципе, в курсе того, что же мы затеваем Помимо наших таких социальных ивентов, есть Twitter, есть LinkedIn группа, есть YouTube канал И что у нас еще есть? И Facebook Не знаю, Facebook Есть, да? Хорошо Следующий Значит, только недавно мы закончили выкладывать все видео с Agile Regalade 2012, они доступны на нашем канале в YouTube Вы можете их посмотреть Я бы сказал, половину из них точно стоит посмотреть целиком и внимательно И, конечно же, текущие наши сегодняшние презентации, они будут доступны с сайта agile.latvia.files Есть ли пример из жизни реалии, когда был всякий проект, сделал не agile, потом полностью переделал agile и понял, что это лучше? А если есть, то какой? Нет Я бы сказал, так не бывает Вы не можете дважды войти в одну и ту же реку Но это... Здесь идет именно о проекте Да? А не о системе Бывает так, что мы систему, может быть, переделываем И получается лучше Но если та же самая команда делает ее еще раз Что тому виной, новая методология Или то, что мы уже просто знаем, что надо было делать Я бы не решился отличить Беда в том, что это дико индивидуально все Мы тут рассуждаем о всяких умных вещах Но иметь четкие данные о том, какие наши воздействия на команду имеют, какой результат Очень сложно Я бы не брался еще Мне кажется, что это очень непредсказуемо Люди слишком сложные штуки, чтобы пытаться их так оценивать Ну, я бы сказал, что у меня тоже нет такого опыта Когда одно и то же сделали сначала плохо Но традиционно, а потом хорошо и по аджайлу Скажем так Я просто видел довольно много проектов Которые просто тупо провалились Их закрыли, выбросили на помойку Именно потому, что люди потратили очень много времени Не на то, чтобы делать продукт А на то, чтобы анализировать всякие побочные вещи Пытаться предсказать будущее Пытаться нарисовать картину того будущего Которое им больше нравится Вместо того, чтобы заниматься, скажем так Строительством этого будущего На основе уже существующих вещей Таких, как реальный продукт Реальные пользователи и так далее Как-то так вот Да, дополню ответ Что у меня нет позитивного подтверждения В данном случае аджайла Но у меня есть негативное отрицание waterfall В принципе, я работал в такой самоорганизующейся команде Ну, по waterfall мы работали У нас были успешные проекты И так вот, мы сделали один, скажем так Среднего размера проект, успешно И потом мы решили сделать его чуть побольше Посложнее, опять же, waterfall И мы в какой-то момент потеряли контакт с клиентом То, что ему реально нужно Проект мы формально сдали Но я теперь, вот сейчас я знаю Что если бы мы работали более по аджайлу Ну, по аджайлу, скажем так То он бы у нас был сдан не только формально Еще вопросы? Я спрашиваю Что вы сегодня узнали? Ну, расскажите нам Нам тоже очень интересно Все-таки Я помню, что мы не так частично используем Не слепо следует именно waterfall Или другим методологиям, как сказать Что Вот перечисленные вещи Я Я тоже работаю программистом Да, я вижу их в своей работе Потому что Когда я приходил на работу Я, по-моему Второй семестр вроде заканчивал только Да, я по сути вообще ничего не умел Да, меня научили То есть Да, мне было интересно Да, и я видел людей, которые тоже приходили Которые тоже хотели работать Но им это было не совсем интересно Да, они просто работать хотели И видел некоторые проекты Которые были сделаны по waterfall Да Именно вот Рамки Это надо сделать По этапам И они были действительно Успешны Это выпуск неких версий Бакфиксов Было такое И вот Разработка Новой системы Скажем так Ну Новой архитектуры Новой системы Именно по agile И он был намного лучше Чем, к примеру, waterfall Там вот Как раз использовались Все эти вещи А в чем вопрос-то еще раз Можно сформулировать? Так вы задавали вопрос Ах, это ты спрашиваешь Черт Я Сори, потерялся немножко Не, просто Вот Ну Я как таковой agile Узнал недавно, да Но я так понял Что на самом деле Много кто использует Некоторые из них подходы Просто они об этом До конца не знают Скажем так На самом деле Товарищ Фредрик Брукс Написал свою книгу Мистический человек Или мифический Мифический Человека месяц В 65-м году Так Или в 72-м Не помню уже Ну тем не менее Ну то есть Короче 40 лет Люди говорят Примерно одно и то же Просто Разными словами Это называют Вот Относительно компаний И то, что они используют Компании Прежде всего Состоят из людей Если у человека Есть какой-то Позитивный опыт Разработки проекта Продукта То В новом проекте И продукты Он возьмет То же Что привело его К успеху В прошлый раз Вот И если у него Все получается С ватерфолом То он будет продолжать Так делать Вот Собственно Нельзя сказать Что Если человек работает По ватерфолу То у него Ничего не получится Заранее У него сначала Не получится А потом Он уже Будет искать Что-то новое Что позволит Убрать Те проблемы Которые привели Его к неудаче Как-то так Я так думаю Что Опытный разработчик Может даже Понимать В какой ситуации Ему использовать Аджайл А когда ему Лучше использовать Другие Методы Например А вы Во всех проектах Используете Аджайл И только Я Да я вообще Аджайл Не использую Граница Граница Настолько Граница Настолько Граница Вам называют Что-то чистым Страмом Или называют Что-то не скрамом Потому что Не соответствует Которым скрамам Нет двухнедельной Итерации Значит это не скрам И нет всех На 10 часов утра На скрам собрания Значит тоже не скрам Да Нам это как-то Все Нормально То есть Мы как бы Против Сектантства Да Использовать Надо то Что Не противоречит Здравому смыслу Просто Культура Многих компаний Сама по себе Противоречит Здравому смыслу И поэтому Люди У людей Представление О здравом смысле Немножко искажено Долгим Пребыванием В таких местах Вот Ну то есть Это начинается Не в компаниях Даже Это начинается Со школы Когда вот 30 человек Загоняют В одно помещение И говорят Хотите Не хотите Но сейчас Вы будете считать Вот Спасибо Это Насколько я помню Agile Это Как бы Мне показалось Что это Советы Одновременно Для нас Как будущих Программистов И для нас Как возможно Будущих Работодателей Как правильно Устроить Рабочий Процесс Так что Было Интересно И выгодно Одновременно Программисту И Заказчику Мне так Показалось Это Хорошая Формулировка Я бы не Звал Советами Но это Принципы Практически Советы Можно Быть Через То есть Оно Еще Останется Где-то Высечено В каком-то Камне Это Будет Действительно Заветами Я Кстати Вчера Общался С одним Индийским Менеджером Который Начинал Свою Карьеру На Индийской Автомобиле Строительной Компании Вот И Менеджмент Решил Ввести Там Лин Вот Они Заказали То ли В Fujitsu То ли В Hitachi Лин Консультантов Вот И Первое Что Как бы Индийский Менеджер Потребовал Чтобы Все сделали Когда Приехали Консультанты Это Все Работники Должны Были Выучить Принципы Вот Это Toyota Production System Наизусть У меня Еще Такой Вопрос Ну Если Agile Это Такой Ну Свод Неких Советов И Принципов Правильно Нет Ну В общем Почему Нельзя Просто Прочитать Эти Советы И На этом Остановиться Зачем Вы Устраиваете Ну Вот Эти Вот Ивенты Постоянные Что Можно Ну Нового Узнать Если Прочесть Вот Эти Вот Прочесть Кучу Советов Их Исполнять И Ну Можно же Остановиться Нет Что В общем Можно Я отвечу Для меня Это Очень Актуально То Есть Ну Как Ситуация С Человеком Вообще В чем Вот Есть Люди Кстати Кто-нибудь Курит В аудитории Один Человек Два Человека Три Человека Ну Четыре Ну Хорошо Как Вот Многим Курильщикам Очень Не нравится Что На пачках Пишут Курение Убивает Вот В принципе Ну Это Правда Да Но Они Все равно Продолжают Курить Так же Вот И В остальном С людьми То есть Говорят Ну Ребята Надо Писать Юнит Тесты Многие Люди Говорят Ну Да Надо Но Что-то Сегодня Не Хочется Вот Может Быть Завтра Завтра Ну Как бы Завтра Наступает Становится Сегодня Поэтому Завтра Оно Перекладывается Туда Немножко Вот Или Например Ну Надо Вести Здоровый Образ Жизни Да Хорошо Там Не пить Не курить Заниматься Спортом Вот Об этом Можно писать Везде Но Пока Люди Не придут Обсудить Скажем Вот У меня Проблема С занятиями Спортом Я Очень Много Работаю Не высыпаюсь Поэтому Я спортом Заниматься Не могу То есть Для того Чтобы Что-то Начать Менять В своей Жизни Недостаточно Прочитать Какие-то Правильные Лозунги Надо Осознать Свои Проблемы Надо Понять Что мешает Делать Правильно И Вот Как раз Для этого Мы Собираемся И говорим В общем-то Об одном И том Же Уже Два Года Вот Но За эти Два Года Понимания Проблем И способов Их решений У многих Людей Поменялось Кардинально И в принципе Ну как бы Да Можно прочитать Аджайл манифест Но До того Что вы его Прочитаете Вы не будете Все время Жить по этому Манифесту В принципе Проблема Христианства Что Христианство Существует Уже Две тысячи лет И Многие люди Которые считают Себя христианами Все равно Продолжают Врать Там Не соблюдать Посты И так далее И тому подобное Но Недостаточно Оказывается Прочитать Библию И носить Крестик Так и тут Примерно А мы не Секта Нет Недостаточно Ну что Давайте Как бы Определим Самых Активных Может У нас Еще Есть Слово Нашим Спонсор Спонсора Спасибо Алло Слышно меня Камеру Камеру На фоне Баннера Любимого Ненаглядного Здравствуйте Скажу вам В конце мероприятия Зовут меня Алла Я HR Менеджер Компании Стико Небезызвестный Который Здесь все Помянут Уже было Несколько Раз Что хочу Сказать Компания Стико Занимается Чем Мы Занимаемся Как сегодня Дима Правильно Сказал Не программирование Мы как раз Разработкой Программного Обеспечения То есть Software Development Это наше все Да Многие из вас Я надеюсь Имели шанс Познакомиться С компанией Поближе Во время Дней карьеры Которые Не так давно Проходили Те кто Не воспользовались Этой возможностью Зря Приходите к нам Сивишки Присылайте Пригласим На интервью На самом деле Был задан вопрос На тему того Откуда Можно узнать О том Какие там Практики Технологии Методологии И так далее Вообще Обо всем Можно узнать Приходя на интервью Очень правильный метод Потому что Сначала мы Я имею ввиду Рекрутеры в компании Мы интервьюируем Мы задаем свои вопросы А потом По крайней мере В нашей компании Мы всегда даем шанс Человеку Задать его вопросы И очень здорово Когда у него есть Эти вопросы Поэтому моя рекомендация Готовьтесь Готовьтесь к интервью Если вы Не работаете И планируете Искать работу В ближайшем будущем Готовьтесь к интервью Именно не с точки зрения Прочитать Аджайл-манифеста Хотя это штука полезная Ее стоит прочитать Но именно с точки зрения Того Чего вы вообще хотите В жизни Надо понять Наверное Хотя бы на ближайшее время И вопросы свои Подготовьте Насчет Аджайл-манифеста Штука классная Полезная Девушка спросила Насчет того Почему Два года Ребята Бьются И пытаются Об этом говорить Скажу так Прочитав Любой из этих Принципов Можно задать вопрос А как Как это делать правильно Потому что Ну там Там не написано Как Там написано Как бы надо Что бы нужно Но не написано Как Нет там Рецептов Так вот эти рецепты Частично ребята С помощью Международных спикеров На конференциях Дают Поэтому стоит приходить Стоит слушать Тем более пока Это бесплатное удовольствие Это же наверное Скоро прекратится Правда Дима? Обязательно Зависит Нет Ты обещал Что мы всегда Будем бесплатно работать Мы бесплатно работаем Окей Да Мы спонсируем Со своей стороны Почему? Потому что Дело правильное Действительно Этого не хватает В университетском образовании Да По поводу компании Стико Скажу что мы В принципе Существуем 12 лет На локальном рынке Работаем И занимаемся Разработкой программного Обеспечения Делаем это Как раз по аджайлу Да Это Не могу сказать Что это В чистом виде аджайл Да Мы как бы не говорим Что вот там У нас там Какой-то там Канбан Линз Крам Там и так далее Да Правильно Совершенно Алексей сказал Что наверное Это не совсем правильно Было так делать У нас какой-то свой Уникальный выработан Мы называем это Итерационной разработкой То есть есть у нас Эти 2-3 недельные итерации Есть у нас Эти дейли-митинги Там Бла-бла-бла Полно всякого разного Да Что здесь было упомянуто Вот Поэтому Когда люди новые приходят В компанию Да Никто от них не ждет Что они вот сейчас сразу придут Сядут И тут хопс И будут на дейли-митингах Знать что говорить Там да И как в итерации Правильный код там Куда складывать И какие юнит-тесты Каким образом писать Кстати юнит-тесты Вообще топик классный Про него можно говорить Много Увлеченно И надо учить Как их писать Потому что многие знают Что надо Слава богу Да Но не знают как Вот Это беда Почему я это все Спасибо вам наверное Большое что вы пришли Спасибо ребятам Что они дали мне слово Дали высказаться Приходите в такие компании Как наша Не буду говорить Что мы единственные На локальном рынке С кем стоит Посотрудничать Чтобы попробовать Поучиться работать В аджайле Это здорово Это интересно Сама когда-то этим занималась Очень этого не хватает Хотелось бы вернуться Если был бы шаг Не дают пока Вот А по поводу Наиболее активных Наверное не знаю Ребята выберут Нам нужно двое Я понимаю Но сначала У меня все же Возник еще один вопрос Опять к вам Как бы Наша лекция Она гостевая И она первая И надеюсь на этом Наши инициативы Не закончатся В ТСИ И может быть В других университетах У меня такой вопрос Было бы ли Интересно Кто бы из вас пошел Например на курс Необязательный курс Который бы В принципе Давал бы основу Практически основы Работы в agile среде Спасибо Убедительно Вау Значит Еще раз О том Что мы сейчас Разыгрываем Может быть Да То есть Сегодня Как в начале Было объявлено Разыгрывается Возможность Один день провести В компании Тиета Или в сетико Да Не знаю как В тиета Но мы у себя В сетико Ценим И тестировщиков Тоже Здесь их сегодня Вспоминали Несколько раз Поэтому мы Со своей стороны Сетико Предлагает возможность На выбор Провести этот день Либо с программистом Либо с тестировщиком Будет зависеть от того Что человек выберет Что ему интереснее Что ему ближе Вот Конечно День это Ничтожно мало Но За этот день Что-то можно увидеть Что-то можно посмотреть Может быть Потом вам захочется Прийти в эту компанию Работать дальше Вот День Разыгрываем Тут в общем-то Не разыгрывать надо Один человек У нас уже есть Да Я так понимаю Самый активный Есть Теперь его надо Может разделим Между компаниями Кто этот человек? Вот Товарищ в красном Сидит по центру Да Хорошо Может быть Он сам выберет Такие предпочтения Когда Куда Кому На что Нет Когда Наверное Это отдельный Топик Я думаю Куда Хотелось бы Честное Реакция Спасибо большое Хорошо Насчет второго человека Тут как бы Там одинаковое количество Было вопросов задано И активности проявлено Поэтому Кто больше хочет? Скажем так Мы можем это расширить На самом деле Если есть действительно Желание Прийти То Один человек Это не лимит Просто Это будет Более расстанутого времени Понеслось То есть Мы одного В Ситико А себе Сколько потянем Ситико Сам подписался Только на одного Я скажу так Почему вообще Мы подписались Это было непростое решение То есть Мы никогда Этого раньше не делали Компания Достаточно Закрыта Для каких-то Таких вот Внешних экскурсий Потому что Есть те клиенты С кем работаем Это огромные компании То есть У них есть Свои ограничения По секьюрити У нас там Кучу бумажек Надо подписать Просто так Мы оба кого Привезти не можем Поэтому это было Непростое решение Но Дима Нас припер к стенке Мы сказали Диму мы любим Уважаем Всех остальных тоже Поэтому сказали Хорошо Давайте попробуем Поэтому будет первый опыт И я сейчас Не готова сказать Что мы возьмем Там вагон И маленькую тележку Лучше мы начнем С одного человека Хорошо Можем двоих Да Пригласить И посмотрим Что из этого получится Хочется чтобы людям Тоже было интересно Да Не скучно ходить За нашими программистами Придется оставить Свою почку в залог Хорошо Плюс два человека Еще Выбирай Кто хочет Вить это Берем Берем Все Первые Пришли Первые подняли руку Спасибо Спасибо большое На самом деле Что все пришли Давно я Здесь не был Интересно было Посмотреть Как все поменялось Надеюсь Что не последний раз Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому